Привет, друзья, с вами ТикТакМир, и если вы впервые на нашем канале, спешу вам рассказать, что мы занимаемся тем, что сидим и смотрим на красивые японские часы, в том числе редкие внутрияпонские модели. Первая моделька у нас будет Seiko Presage Sari 0.81, и вторая моделька у нас будет Seiko Presage Sari 0.75. Это новые коктейль таймы, о них мы сейчас поговорим подробнее. Вообще, Seiko решила почему-то именно линейку коктейль тайм развивать, вышло много разных моделей с синим циферблатом, с бежевым, и также готовится к релизу новые цвета циферблата на браслете, на ремешке, все это в конце видео покажу. Итак, первая модель Seiko Presage Sari 0.75, ее стоимость в японских иенах это 43 тысячи японских иен, что примерно чуть более 20 тысяч рублей, или примерно чуть более 300 долларов. В этой модели очень красивый лучевый циферблат. Давайте я вам ближе покажу. Красивые действительно лучи, такого сейчас нигде у Seiko больше нет, и когда модель первая коктейль тайм Sari 0.65 была, собственно, снята с производства, то ничего до выхода вот этих часов не было. Стоит отметить, что между тем, как их сняли с производства и как появилась вот эта новая серия, вообще вся обширная, прошло совсем немного времени, буквально несколько месяцев, на базе 2017 года новые коктейли были представлены. Итак, помимо лучевого циферблата, что здесь есть? Тот же самый глянцевый корпус остался по сути, что и в Sari 0.65. Задняя крышка прозрачная, это Hardlex, можно наблюдать за работой механизма. Но, в отличие от Sari 0.65, здесь стоит не 6 R15, а механизм 4 R35, он более бюджетный, но в целом тоже очень хороший. Стекло выпуклое, точно такое же, как и было в предшественнике, и точно так же оно является у нас Hardlex, друзья. Ремешок черной-синей строчкой, по-моему, один в один, телячья кожа, застежка клипса Seiko, стальная, очень хорошая, удобная, все это не изменилось и осталось точно таким же. Можете наблюдать за работой механизма 4 R35, еще раз напомню. Стоит отметить, что водозащита также осталась 50 метров, и размеры корпуса, они совершенно не изменились. Диаметр стекла составляет 36,5 мм, диаметр по безелю составляет 39,5 мм, полностью заводной головкой со всеми выступами 44,3 мм, высота составляет 47,3 мм, и толщина с выпуклым стеклом 12 мм, вес около 70 грамм. На моей руке 17 см, часы в таком корпусе сидят просто отлично. Теперь давайте посмотрим на модель Seiko Sari 081, я решил объединить этот обзор двух часов в один. Почему? Потому что модели очень похожи, они практически близнецы-братья, единственное, Sari 081, а здесь сложнее механизм, и, соответственно, немного другое оформление циферблата. Но в целом мы можем наблюдать все тот же лучевый циферблат. Модель Seiko Presage Automatic Seiko Sari 081, стоит она у нас 58 тысяч японских иен, что чуть больше 30 тысяч российских рублей, или примерно 500 долларов. Все стрелки и метки стального цвета, все, конечно же, накладное, все качественное, очень хорошо так отсвечивает, вы видите, и на многих фотографиях может казаться, что стрелки черные, нет, это просто отблески так ловятся, на самом деле они стальные. Помимо трех стрелок мы видим индикацию даты на 6 часах, и с 12 до 4 часов это указатель запаса хода. Ручной завод здесь есть, смотрите, я завожу, и стрелочка начинает двигаться, движение происходит. Не такое быстрое, по-моему, как в ориенте, но, тем не менее, завод он идет. Корпус примерно такого же размера, как и у Seiko Sari 075, но, единственное, здесь другой механизм, 4R57 и толщина немного побольше. Давайте сразу вам толщину покажу, и вы сразу все поймете. Она действительно немного побольше, все параметры мы сейчас с вами позже рассмотрим. Тот же глянцевый полностью корпус, тот же ремешок с синей прострочкой, та же застежка стальная, тот же Hardlex сзади и спереди, также он выпуклый, все в целом одинаково и похоже, за исключением того, как я уже сказал, часы чуть толще и чуть сложнее по характеристикам. Итак, здесь у нас стекло составляет 36 мм, безель 39 мм, диаметр со всеми выступами 44 мм, высота часов 47,5 мм и толщина 14,7 мм. Вес немножко тяжелее, около 84 грамм. Но, опять же, на моей руке 17 см, часы сидят отлично, что неудивительно, цифры здесь соответствующие моему запястью. Давайте заканчивать, еще раз предлагаю вам посмотреть на эти две модели, выдались они интересными, хорошая такая светло-голубая, видимо, расцветка, как ее назвать. Интересная серия Seiko Cocktail Time выделяется красивым лучевым циферблатом и выпуклым стеклом, в данном случае это Hardlex, был бы это Sapphire, стоили бы они, наверное, немножко подороже. В модельном ряду представлены модели с синим, с бежевым циферблатом, есть модели на ремешке, есть модели на браслете стальном, и также к выходу готовятся новые модели с таким молочным циферблатом. Сейчас я вам все это дело покажу. Друзья, на этом будем заканчивать, надеюсь, модельки вам приглянулись, понравились, я считаю, это очень неплохая версия часов в офис, под рубашку, под костюм, вполне нарядно. Если вы хотите потончить, часы 0.75, если чуть пошире, но по функциональнее, можно и взять 81. Интересные модельки, все выполнено, в принципе, на уровне, накладные метки, накладной логотип, все в этих часах есть. Механизм простой, можно так сказать, но цена тоже, скажем так, незапредельная. Все, на этом все, спасибо, не переключайтесь, всем отличного настроения, всем пока. И самое главное, носите хорошие часы. Субтитры сделал DimaTorzok